День в день, час в час, минута в минуту. Радио Болтком. Утро на Болткоме. Утро на Болткоме. Олег Пек, Александр Шунин. Всем здравствуйте. Здравствуйте. В течение месяца уже проходит сбор зеркал, битых зеркал, ненужных зеркал, вообще с зеркалами. Вот разбить зеркало всегда считалось, наверное, дурной приметой. Ну и многие связывали это с тем, что зеркала когда-то считались безумно дорогой роскошью, были доступны исключительно для людей богатых. И вообще Венецианская Республика зарабатывала безумные деньги на производстве зеркал, технологии которых сохранялась в глубочайшей тайне и секрете. Там выкрадывали мастеров, бог знает, чего только не происходило. Сейчас зеркала в любом доме, сложно себе представить, в общем-то, как с утра, не посмотревшись в зеркало, пойдешь на работу не причесанный и не побритый. Тем не менее, вот зеркала выходят из строя, разбиваются, мы покупаем новые зеркала, старые нам становятся ненужными. И оказывается, что эти зеркала нельзя просто так выбрасывать, их нужно особым образом утилизировать. И вот об этом процессе утилизировать, почему это так происходит, мы сегодня поговорим с Лаймой Кублиней, глава отдела маркетинга Зали Йоста. С нами на прямой связи. Доброе утро, госпожа Кублинин. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Да, расскажите, пожалуйста, об этой акции, действительно, почему так важно утилизировать особым образом зеркала. Я, честно говоря, впервые об этом услышал, мне казалось, он так вышел аккуратненько, чтобы не треснуло, не разбилось. Ну, как обычное стекло, а оказывается, нет. Из-за чего, почему, как? Как правильно? Где? Зеркала, в отличие от обычных стекол, отличаются тем, что они специальное покрытие, поэтому оно и зеркало отражает, но оно не предназначено для переработки вторичной, особенно не предназначенной переработки вместе с стеклянной упаковкой. Если мы привыкли выкидывать банки, бутылки в контейнеры, то даже зеркала ни в коем случае нельзя выбрасывать. К сожалению, многие люди путают и думают, что зеркало – это то же самое стекло, и оставляют рядом с контейнерами, если это большие зеркала, или пытаются побитые зеркала выбросить в контейнер для сортировки отходов, но это неправильно. Во время этой акции мы хотим разъяснить людям, что в контейнеры по переработке стекла мы данные зеркала выбрасывать не можем, и если это большое зеркало, то также его оставлять рядом с контейнерами тоже неправильно. В принципе, большие зеркала – это считается крупногабаритный мусор, который люди должны вывозить за отдельную плату. И именно чтобы отлегчить им это, чтобы им не надо было это делать, Заля Юваста вместе с предприятием «Стыкла Сервис» проводят акцию, во время которой люди могут сдать ненужные или немного поврежденные зеркала на утилизацию. И «Стыкла Сервис» уже рестаурируют эти зеркала и позволяют им опять выглядеть прекрасно, как новым зеркалом, и найти новый дом, где они будут дальше радовать людей. А скажите, чем так опасна вот эта амальгама на зеркале? Вы говорите, ни в коем случае нельзя выбрасывать вместе с обычным стеклом. Это какое-то ядовитое вещество, оно попадая куда-то, не знаю, в сточные воды, какие-то процессы возбуждает. Что происходит? Почему вот оно нельзя вместе со стеклом выбрасывать? Зеркальное покрытие не ядовитое, но его невозможно перерабатывать вместе с обычным стеклом. И так как процесс переработки стекла, он максимально автомизированный, там люди руками уже потом не пересортировывают. Поэтому если в контейнер с стеклянной упаковкой, с банками, с бутылками люди выбросят осколки зеркала, то, конечно, это все вместе смешается и испортит это вторичное сырье, которое пригодна на переработку. Именно поэтому люди призываются сортировать отходы правильно, и уж особенно контейнер для использованной стеклянной упаковки использовать по назначению. И не выбрасывать туда ни зеркала, ни автостекло, например, ни бутылки, которые на самом деле керамические, например, из-под бальзама, только для бутылок, для банок из обычного стекла. Надо специально вызывать какие-то службы, какие-то контейнеры. Как действовать, чтобы правильно утилизировать зеркало? Если это большое зеркало, например, вы дома делаете ремонт или переезжаете и поняли, что большое зеркало вам просто непригодно, мы сначала предлагаем, конечно, если зеркало нормальное, то предложите его другим людям. Есть много групп, где можно обмениваться вещами, отдавать свои вещи. Например, в Фейсбуке большая группа «Отбрейвое» есть, но «Лэтам Рейга», куда люди могут сфотографировать, разместить объявления разных вещей, которые им не нужны. Также зеркала довольно хорошо расхватываются. Но если зеркало побито или просто непригодно больше к объявлению, то в стандартной ситуации это считается крупногабаритный отход. Например, в Риге людям или заказывать специальный контейнер с фирмой по вывозу мусора, или можно самим отвезти, например, в полигон «Гэтлэй». И так как это платная услуга, конечно, это будет довольно стоить. Это невыгодно. Именно поэтому акция, где мы можем сдать бесплатно зеркала, неважно, она совсем большая или, может, среднего размера, но это хороший способ, как люди могут сэкономить свои деньги. И также не производить лишних отходов, а дать ненужному зеркалу возможность стать кому-то нужным. Вообще как-то с ростом цен на вывоз мусора изменились? Менились привычки латвийцев, конкретно рижан? Стали ли больше заказывать контейнеры по сортировке? Или стали больше в леса вывозить? Люди с каждым годом всё лучше и лучше понимают смысл сортировки отходов. Конечно, повышение цен по захоронению мусора – хороший стимул людям думать дважды и искать способы, как сэкономить деньги. Сортировка отходов – это один из тех, потому что правильно сортированные отходы, вторичное сырьё вывозится бесплатно. Использована упаковка, также стеклянная тара вывозится бесплатно, если люди этими контейнерами пользуются правильно. Спрос на сортировочные контейнеры, конечно, растёт с каждым годом. И бывают ситуации, что предприятия, которые размещают эти контейнеры, должны справляться с спросом, просто не хватает контейнеров. И это очень хороший аргумент, что люди хотят не только заботиться о природе, но и, конечно, о своём кошельке. И сортировка отходов – это хороший способ, как сэкономить деньги, и также, конечно, позаботиться, чтобы мы производили меньше отходов, которые приходится захоронять в полигоне. Лайма Кублине, глава отдела маркетинга Лзаля Йоста. С нами на прямой связи. Телефон 67212-1939. Здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Слушаем вас. У меня вопрос, даже, может, предложение. То есть люди, состояние у них всех, скажем, там, финансовое хорошее, делают какой-то ремонт или просто выкидывают старую вещь. Заказывают ещё от контейнера, это, по-моему, стоит от 150 до 300 евро, в зависимости от объёма этого контейнера. Плюс его не всегда можно разместить. В некоторых домах очень маленькие территории, где это можно поставить. Человек там выкидывает диван или шкаф. Я понимаю, что всё равно едут, собирают в течение какого-то времени, но если у человека есть машина, одетельность тоже довольно далеко вести, плюс там, не знаю, какой порядок приёма. Нельзя ли сделать это в каждом районе, какие-то площадки, куда бы люди могли бы свозить и сдавать эти вещи, а там бы их сортировали по контейнерам. Стекло, не знаю, там монетазы, телевизоры. А то это всё валяется возле подъезда у всех. Это собирается раз в месяц, не знаю, два раза в неделю. То есть всё это некрасиво. Показывали ту же Швейцую, там люди на своих машинах перевозят, есть сортировочные какие-то пункты, где это всё, кстати, бесплатно принимают. У нас где-то не это платно принимают. Мы хотим что, чтобы у нас была чистая территория, или мы на этом бизнес строим? Ну, кто-то, кстати, объединяет. Спасибо за звонок. И очень интересный, да, действительно, вопрос. Можно ли организовать подобные пункты приёма, ну да, какой-то устаревшей бытовой техники, мебель, нечто такого крупногабаритного, что требует сортировки? Средителям всей Латвии есть возможность сортировать отходы не только у своего дома в контейнерах, но также воспользоваться площадками по сортировке отходов. Они размещены по всей Латвии, во всех городах такие имеются. Себе ближайшего можно найти, посетя сайт открытоми.лб. Там в формате карты можно посмотреть, который ближайший к вашему месту жительства. Также хочу напомнить, что если человек живёт в квартире, а не в частном доме, у него обязательно есть не только хозяин этого дома, который организует все мероприятия, которые связаны с хозяйничеством дома, также по вывозу мусора, и предприятия, которые размещают контейнеры и вывозят отходы. Если происходит ремонт в квартире или смена интерьера, нужно связаться с хозяином дома или напрямую с предприятием, которое вывозит отходы, скорее всего, что в вашем контракте по вывозу мусора уже имеется пункт, где указано, в какую дату, в раз в месяц, может быть, или чаще, или реже, предназначена конкретная дата, когда вывозится также крупногабаритный мусор. Вы должны уточнить. Я думаю, что это уже указано в договоре. Зато электротовары, в отличие от использованного упаковки, это уже вредное для окружающей среды товары. Их в любом случае нужно сортировать или вывозить самим, или заказывать предприятию вывоз электротоваров на переработку. Также на сайте открытоми.лв можете посмотреть, куда вы можете отвезти полностью бесплатные электротовары. Или, если у вас большое количество, например, вы переезжаете, у вас много ненужной техники, которую вы хотите ставить на переработку, можно связаться с многими предприятиями, которые вывозят за бесплатно эту электротехнику. Например, предприятие ПАО тоже вам вывезет бесплатно. Главное заказать вывоз. Я вот как раз сейчас на вашем сайте нахожусь, как раз таки, да, электротовары. Очень много точек, куда их можно вывезти. Ближайшее от радио, где-то вот в районе Нью-Ханзе-Сити. У нас еще один звонок. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вот сколько лет уже говорим о сортировке мусора, и все время от времени появляется что-то новое. Ну, первый раз действительно слышим, что зеркало это нельзя, это не стекло, нельзя бросать. Были там информации, да, в общем, сортировать стекло, там так и так. Почему подробнее нельзя где-то хотя бы написать, вот что нельзя бросать, откуда люди могут знать. Сейчас вот так действительно с воздуха что-то новое. И так все время, и так испортить весь контейнер, и никакой сортировки у нас не будет. Спасибо. Спасибо, спасибо. Вот поэтому мы периодически на балкоме возвращаемся к теме сортировки, между прочим, потому что вы исключительно правы. Каждый раз появляются какие-то новые вводные нюансы абсолютно искренне честно. Я до вчерашнего дня сам не знал про зеркало. Как только узнали, смотрите, сразу у нас появился специалист в эфире, который квалифицированно объясняет. Лайма, ответьте, пожалуйста, тем не менее вы тоже, нашей слушательнице, как так действительно, неужели нельзя сразу в одном месте написать подробную инструкцию про большинство, скажем так, каких-то вот этих вот... Что можно, что нельзя. Да, я сама согласна, что информация бывает разная, и иногда люди не знают даже, где найти правильную информацию, как правильно сортировать отходы. Мы сами сталкивались с этой ситуацией, что люди не до конца уверены, правильно ли они сортируют отходы. Значит, во-первых, сначала самый легкий способ, как уточнить, что мы можем и что мы не можем сортировать, это связаться с тем оператором, который у вас вывозит отходы, сортированные отходы. Например, я просто гадаю, например, в Риге. Клейнер-предприятие вывозит контейнеры с обычным мусором и сортированным. Если у вас вопросы, свяжитесь конкретно с ним, если вы знаете, что они у вас вывозят, и они вам разъяснят, что можно и что нельзя. Но главное, что нужно запомнить, контейнеры, которые у дома размещены для сортировки отходов. Желтый контейнер для легкой упаковки. Туда мы выбрасываем чистую, без содержания пищевых отходов, без каких-то примесей, без остатков еды. Чистую, максимально сплющенную упаковку. Пластмассу, бумага, картон, металл. Все. В контейнер для стекла выбрасываем также чистую, без остатков еды, упаковку из стекла. Банки, бутылки разного цвета, разного размера. Все. На самом деле это очень легко. Остальное – это уже маленькие нюансы. И именно поэтому нужно запомнить, что в контейнер, например, для стекла, мы не выбрасываем никакие стеклянные товары. Зеркало – это не упаковка. Значит, туда мы его не помещаем. Оконное стекло – это тоже не упаковка. Туда мы тоже не помещаем. Ни оконное стекло, ни вазы, ни стеклянные фигурки, вазочки, стеклянную посуду также мы туда не помещаем. Только вазы и бутылки. Простите, вынужден вас прервать. Хорошо, но если у меня действительно разбилось оконное стекло, но это же стекло, и оно чистое достаточно. Почему я не могу его в этот контейнер поместить? Потому что контейнеры, которые размещены как раз у вашего места жительства, у дома, у работы, они предназначены только для упаковки. Оконное стекло чистое, можно перерабатывать, вы правы, и поэтому вы можете его забесплатно вывести на сортировочную площадку, которую вы можете посмотреть, найти себе ближайшую, на открытоме.ов. Да, учиться еще очень долго. Каждый день не бьем, поэтому это не нужно размещать дома, рядом, чтобы занимать место, которое у нас и так мало. Но если такая ситуация происходит, то можно отвезти на сортировочную площадку. Алло, алло. У нас очередной звонок из эфира. Принимаем. Да, доброе утро. Да, доброе утро. Спасибо, что приняли звонок. Я религиозно за сортировку мусора, и мне нравится, как в Германии, там не просто бутылочное стекло, а белое стекло, желтое, зеленое, прямо по маркам пиваса. У меня есть одно подозрение относительно латвийской сортировки стекла. Когда люди, даже если человек уже достаточно поумел, что редко встречается, чтобы бросать упаковку в контейнере для упаковки, она, как правило, грязная. Если там вот эта вот пластмассовая штуковина для мяса, они там выпряхивают, что там в унитаз сливают, то там есть куски мяса, соуса и так далее. Я иногда сомневаюсь, что эту упаковку можно действительно переработать, потому что она грязная. Европейские стандарты чистоты перерабатываемые упаковки мы не укладываемся. Так что получается, что ее надо особо мыть в Латвии, или здесь кто-то немного лукавит, и переработать ее нельзя, хотя и просят собирать. Спасибо всем. Спасибо. Лайма? Да, это большая проблема наших жителей, что они считают, что это контейнер для вторичного сырья, который чистый, не пахнет, не пачкает ничего, а контейнер, куда мы можем быстренько, бесплатно избавиться от всего, что как бы можно переработать. Во-первых, да, это неправильное использование этих контейнеров. Контейнером мы должны выбрасывать вторичное сырье, значит, мы с вами должны позаботиться, чтобы оно не содержало примесей и пищевых отходов. Та же самая упаковка из-под мяса сырого, конечно, ее можно переработать, если мясо там не осталось. И его не надо мыть с моющим средством, полностью хватает, если мы просто немножко небольшим количеством воды сполоснем, чтобы кусочки мяса там не остались. Я мою с моющим средством. Быть сильно не надо. Нет, это не обязательно. У меня вопрос, да-да-да, тетропак из-под йогурта, например, его надо споласкивать? Тетропак в Риге сортируется, в Риге вы можете смело сортировать тетропак из-под йогурта, из-под сока, главное сполоснуть так, чтобы там остатки йогурта не остались. Так же его там мыть специально не надо, просто сполоснуть максимально, чтобы отделить эти примеси. Потом все вторичное сырье, которое вы сортировали, выступает на сочетку. Рано-рано-рано-рано-рано-рано-рано-рано. Лайла, простите, пожалуйста, вы просто рвете нам эфир бесконечные звонки и очередной. Да, доброе утро, теперь говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот в Бедребе и в Валде занимаюсь мусором. Они безобразничают, эти компании, которые вывозят мусор. Я говорю, приедьте, дайте наклейки, рассортируйте. Нифига, ничего не хотят делать. Читайте на нашем сайте. Мне пришлось сайта скопировать и людям повесить это самое. Потом, значит, картон, а им нужно чистый. Если вот вы и спицы, там чуть-чуть не смазана спица, они вообще не берут, скандал поднимают. А самое главное, я хочу спросить, вот куда ртуть от термометров старых советских вывозить? Никто не может сказать. Куда мне выбрасывать? В реку, чтобы люди отравились? Или как? Ни в коем случае. Спасибо за вопрос. Да, Лайма, начнем с ртути, с градусников. Действительно, медицинские отходы, в том числе, градусники. Что с ними? Да, еще имеются разбитые градусники с ртутью, все же люди пользуются, поэтому, если у вас разбился градусник, то все содержимое его, также само это стекло, корпус градусника, помещаем в герметичную баночку, например, в пустую стеклянную баночку, закрываем крышку, и его можно сдать в аптеке. Очень много аптек, которые принимают как использованные медикаменты, ненужные, старые. Также и туда можно сдать этот побитый градусник. Главное, чтобы он был герметично закрыт. Теперь, что касается упаковки, ну вот, прозвучал тетропак, вы ответили, коробки от пиццы, оказывается, тоже не все принимают, кто-то капризничает. Если коробка от пиццы будет более или менее чистая, то, конечно, ее можно перерабатывать. Если ситуация, что на крышке коробки от пиццы там весь сыр из-под пиццы остался, то, конечно, это уже грязная упаковка, ее нельзя перерабатывать. Я говорю, все зависит от нас самих, как мы подаем эту упаковку на переработку. Она чистая или грязная? И если у нас есть возможность отделить максимально все примеси, то мы можем ее сдать на переработку чистыми. Это уже наши интересы, чтобы сократить нашу же плату по вывозу мусора. Ну вот, пришло сообщение, тоже пишет, что данные о виде собираемых отходов должны быть размещены на контейнерах. Ну то есть, чтобы для особо непонятливых написать большими буквами грязные ни в коем случае не... Ну обычно же там есть наклейки как раз с надписями, во-первых, что туда нужно бросать и нередко сопровождается и рисунками. Там где-то бутылочка нарисована. Пришло, просят все-таки еще вот написать и наклеить на каждый контейнер. В Латвии у нас смена контейнеров, к сожалению, происходит довольно медленно, поэтому есть регионы, где все еще остаются старые контейнеры со старыми наклейками и наклейки просто уже со временем отвалились, поэтому информации не хватает. Я согласна. Но постепенно все эти контейнеры меняются на чистые, новые, также размещается информация, что можно и что нельзя туда сортировать. Информация сопровождается пиктограммами, потому что, может, не все на государственном языке понимают, поэтому главное, да, информацию передать людям, которые этими контейнерами пользуются. Если сосед видит, что сосед делает что-то неправильно, подходим и дружественно рассказываем, потому что бывают ситуации, что не специально человек что-то неправильно делает, он просто не знает или не заметил. Да, дружеская взаимовыручка и взаимопомощь всегда, конечно, помогают даже в вопросах выброса мусора. Да, ну, а вообще, вот еще раз возвращаясь к тому, с чего мы начали, еще раз всем напомним о том, что зеркала нельзя выбрасывать вместе со стеклом, они требуют особой утилизации. А вообще, сколько служат зеркала? То есть, есть ли какой-то срок, по истечении которого нужно их уже убирать из дома? Ну, нету такого срока, конечно, люди пользуются антикварными зеркалами и очень радуются, гордятся этим. Поэтому нету срока, сколько можно пользоваться зеркалом, чем дольше, тем лучше, потому что тогда мы не производим лишние отходы. Может, я еще хочу напомнить, что вот как раз по утилизации зеркал информацию на сайте акритуми.об вы не найдете, потому что это не вторичное сырье, эта акция у нас проходит до конца апреля, и можно ненужные зеркала встать на утилизацию в двух адресах в Риге, в городе Рига, на улице Тома 4 и на Брия на улице 10. Так что воспользуйтесь этой акцией, мы уверены, что люди очень заинтересованы, потому что интерес по утилизации зеркал имеется не только весной, когда мы проводим акцию, а круглый год. Лайма, поверите, вся эта информация появится еще на нашем новостном портале MixNews. вы обязательно текстовая версия нашей беседы и расскажем там в письменном виде об этой акции по сбору зеркал. Огромное вам спасибо за выделенное время. Лайма Кублиня, глава дела маркетинга Заля ЙОСТа, была в нашем эфире. Как обычно, как только речь заходит об утилизации мусора, всегда масса звонков, масса смс-ок, это интересно, ну, потому что, да, можно сказать, мы в начале большого пути, есть еще чему учиться. Просят еще контейнеры с педалями, чтобы не пачкать руки, ну, и если у людей руки заняты, чтобы удобнее было открывать. Ну, вот такие замечания еще пришли. Лайма, еще раз огромное спасибо, что ты чувствуешь, мы не последний раз с вами общались, тема действительно актуальная и популярная, нужная и важная. Хорошего дня, всего доброго, до свидания, еще раз мы говорим Лайме Кублине из зала Йоста. И, по всей вероятности, прощаемся, до следующего утра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok